правительство объявило новые меры поддержки экономики из-за коронавируса в их числе антикризисный фонд на 300 миллиардов рублей отмена ограничений на въезд грузовиков торговых отраслей в города налоговые льготы для туристической и авиаотраслей и разрешение заказывать через интернет безрецептурные лекарства и многое другое они стали первоочередными шагами в помощи населению по задумке их автора они будут поддержкой к уже объявленным мерам однако все ожидают что в ближайшее время заработает механизм реальной поддержки россиян ну а вы смотрите проект черным по белому с вами я у моей прогимова безработные граждане в том числе потерявшие работу с марта текущего года из-за пандемии коронавирусной инфекции став на учет автоматически получат максимальный размер пособия по безработице 12 130 рублей и дополнительную выплату за каждого имеющегося в семье несовершеннолетнего ребенка в размере 3000 рублей если безработные оба родителя то детские выплаты предоставят одному из них об этом сообщили в прислужбе мин труда и социального развития республики соответствующее постановление было опубликовано на сайте правительства россии 17 апреля денежные средства в апреле и мае зарегистрированные в качестве безработных граждане начнут получать с 11 дня после подачи заявления в электронной форме подать заявление можно через портал работа в россии проверка статуса заявителя будет осуществляться по каналам межведомственного взаимодействия правительство поддержало тех кто остался без работы до конца 2020 года максимальный размер пособия по безработице в россии увеличили до уровня мрот то есть до 12 тысяч 130 рублей ранее безработный получал максимум 8 тысяч рублей но есть нюанс размер пособия зависит от зарплаты на прошлой работе поэтому всем безработным по 12 тысяч 130 рублей не выдадут минимальный размер пособия оставили на прежнем уровне 1500 рублей изменения введены постановлением правительства и действует с 27 марта 2020 года пособие по безработице ежемесячно выплачивает людям которые находятся в поиске работы и официально признаны безработными власти субъектов россии имеют право устанавливать региональную доплату так в москве пособие по безработице увеличили до 19 тысяч 500 рублей в московской области до 15 тысяч рублей условия получения повышенного пособия в этих регионах отличаются от остальных по поручению президента российской федерации владимира путина выплаты по больничному до конца года увеличат 31 марта соответствующий закон приняла госдума и одобрил совет федерации мира поддержки касается тех у кого маленький стаж для них увеличат размер ежемесячного дохода с которого рассчитывают выплаты по больничному до 12 тысяч 130 рублей если выплаты за полный календарный месяц болезни будут меньше мрот работник получит 12 тысяч 130 рублей если работник болел меньше времени выплаты рассчитают пропорциональный числу дней на больничном родители которые получают пособие на ребенка до 1 октября 2020 года освободили от необходимости подавать заявление на продление поддержки пособия будут назначать автоматически приходить в отделение соцзащиты не нужно семьи с детьми у которых есть право на материнский капитал будут получать по 5 тысяч поддержка рассчитана на три месяца с 1 апреля по 1 июля 2020 года выплата положено на каждого ребенка до трех лет а дополнительной выплате семьям с детьми до 25 марта в обращении к населению сообщил президент владимир путин выплата будет осуществляться за счет бюджета без уменьшения материнского капитала семьи для получения выплаты подтверждать уровень доходов или иные условия не нужно семье достаточно подтвердить свое право на маткапитал его сейчас можно получить сразу после рождения первого ребенка напомним что материнский капитал могут получить женщины или одиноко воспитывающие ребенка отцы родившие или усыновившие первого ребенка начиная с 1 января 2020 года женщины родившие или усыновившие второго ребенка начиная с 1 января 2007 года женщины родившие или усыновившие третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2007 года при условии если ранее они не воспользовались правом получения маткапитала пособие будет выплачиваться автоматически вместе с другими пособиями для оформления не нужно никуда обращаться с 15 апреля родителям не придется подавать заявление на маткапитал в пенсионный фонд его назначат на основании данных государственной системы загс напомним при рождении первого ребенка семья сейчас имеет право на материнский капитал в размере 466 тысяч рублей если потом родиться 2 еще на 150 тысяч рублей в сумме 616 тысяч если родители еще не обращались за маткапиталами родился второй ребенок выдадут сертификат сразу на 616 тысяч рублей не сомневаюсь что люди в чих семьях появились дети до этого времени смотрят на молодые семьи с нераскрываемой завистью но вы смотрели проект черным по белому с вами была я ума ибрагимова всего доброго берегите себя и оставайтесь дома